Государственной программе содействия занятости населения Тверской области, рассчитанной на 6 лет, было посвящено очередное заседание регионального правительства. Губернатор Игорь Руденя обозначил приоритетные задачи для профильных министерств и ведомств, сложная работа которых должна в конечном итоге помочь в стабилизации ситуации на рынке труда в Верхней Волжье. Наталья Чекет продолжит. Увеличение в муниципалитетах, рабочих мест во вне бюджетной сфере, совершенствование системы подготовки востребованных в экономике кадров, трудоустройства и закрепления в регионе выпускников местных учебных заведений. Это главная задача, которую необходимо выполнить в сфере занятости. Важно в том, чтобы агентство занятости стало современным государственным институтом по управлению трудовыми ресурсами. Это все. Это, прежде всего, введение балансов потребностей, сколько у нас надо для развивающейся экономики по направлениям строительства, сельское хозяйство, дороги, медицина, социальный блок, малое предпринимательство. Это крупные предприятия по металлообработке. Соответственно, это наши учебные заведения. Чтобы сформировать будущие кадры, региональные власти предлагают предоставлять возможность молодежи получать первую специальность уже в школе. Для этого с 1 сентября текущего года проект по обучению старшеклассников рабочим профессиям будет запущен в нескольких городах Тверской области. Во время общения с журналистами Игорь Руденя подчеркнул, что система возврата инвестируемых в кадры средств должна работать четко. Государство инвестирует в конкретного человека, в его обучение и трудоустройство. А гражданин возвращает инвестиции в качестве НДФЛ. Конечно, эта система должна быть очень гибкой, очень доступной, она должна быть современной. Мы тоже понимаем, что деньги, которые будут выделяться на этот проект, они должны иметь обязательно конечную оценку. Конечная оценка – это трудоустройство человека, который прошел либо обучение, либо переподготовку и получение им уже заработной платы на новом рабочем месте. Основная задача государственной программы содействия занятости населения Тверской области – обеспечение занятости постоянно проживающего населения на территории Верхней Волжи. Однако при дефиците кадров могут привлекаться специалисты из других регионов страны. Так, для пополнения трудовых ресурсов Тверской области будет активизирована деятельность по переселению соотечественников. Таким образом, с 2022 по 2026 годы в регионы ежегодно планируется привлекать порядка 770 человек.